Привет, друзья! Я рад приветствовать вас в очередной раз на канале Капитан Герман. И мы продолжаем нашу серию технических роликов. Даже, наверное, это не совсем технический. Хотя нет, технический. Он решает задачи, облегчает жизнь. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о Dingy Painter. Или поводок для тузика. Вроде мелочь. А я вам сейчас расскажу, с какими проблемами сталкиваются яхтсмены при ежедневном использовании тузика. А я говорю о подходе, когда вам нужно постоянно делать одно и то же и решать одни и те же задачи. И некоторые решения могут очень сильно упростить вам жизнь. Ну что, поехали! Dingy Painter! Ну что, для начала давайте я вам обрисую проблемы, с которыми яхтсмены сталкиваются. Итак, задача номер раз. Вы стоите в тузике. Тузик привязан на берег. Как вам взять вот эту веревку, которая, скорее всего, не самая чистая? То есть вам нужно залезть рукой вот туда под воду, ее оттуда каким-то мистическим образом выловить. Ну, в общем, можно, конечно, дать газу назад, отъехать и ее потом быстро вытащить спереди. Короче, всегда лазить рукой под воду. Лучше этого избежать. Задача номер два. Когда мы начинаем ехать, мы веревку вынимаем на борт. И вечно просим кого-то эту веревку подержать, потому что она падает за борт, она наматывается на винт, мотор глохнет, вы начинаете это что-то делать. В общем, веревки должны быть всегда внутри тузика. Но как их здесь закреплять? Когда вы едете и газуете, она же может упасть в воду. Это проблема номер два, с которой мы сейчас будем бороться так же. Задача номер три. Вот там снизу вы видите, какие некрасивые узлы на веревке. Это можно сделать так же красиво. Избавимся от вот таких вот некрасивых узлов на концах. Что мы будем решать? Понятно. Теперь давайте возьмем немножечко теории. Я вам расскажу, как делать сплассинг, как делать петли, которые будут на нашей веревке, на нашем пейнтере с двух сторон. Это на первый взгляд кажется, что много мороки. На самом деле сплетается за буквально несколько минут. Я вам покажу на тонкой веревке, потому что толстую вам нужны будут пальцы такие, как рука, такие раскручивать. Но это можно пользоваться инструментами, плюс веревку можно раскручивать в обратную сторону. Но давайте мы сейчас перейдем к теории. Я вам специально покажу, как это делается, и потом мы это применим. Итак, нам понадобится разделочная доска. Веревка. Два. Изолента. Три. Нож. Четыре. Карабин. Пять. Нам нужно отметить сразу 20 диаметров веревки. Если эта веревка 8 миллиметров, значит нам нужно где-то там 16 миллиметров. Точно замерять, нет необходимости. Ну, так приблизительно после этого момента отмерили. Берем и обкручиваем. Это наш будет первый маркер. Далее. Замеряем, какой диаметр кольца нам необходим. Ну, например, вот такой. И здесь делаем изолентой второй маркер. Все, есть. У нас есть два маркера, которые будут стыковаться в одном месте. Вот эта длина, которая будет вплетаться. Далее мы делаем аккуратно. Отрезаем кончик, потому что он здесь запаян. Но учтите, он начнет сразу расплетаться. Поэтому нам нужно аккуратно, пока он не расплелся, сделать вот такое вот движение. Освободить эти три кончика и обмотать их изолентой. Итак, резюмируем. У нас есть три кончика, обмотанных изолентой. Есть первый маркер. До первого маркера мы их спокойненько себе расплетаем. Вот такая получилась у нас бахрома. И далее у нас есть следующий маркер, в который мы их будем стыковать. Теперь я вам для упрощения подпишу вот эти вот кончики. Один, два, три. У нас центральный будет номер два. Ну и номер один. И номер три. Все, есть. Они подписаны. Вам будет значительно проще. Далее делаем сам сплайсинг. Есть несколько моментов. Итак, смотрите. Стыкуем их и держим. Это не важно. Потом мы веревку раскручиваем в обратную сторону. Освобождаем одну петлю. И начинаем плетение с номера два. То есть мы берем второй. И его вот сюда вставляем. Все, не сложно. Пока не нужно ничего распрямлять. Вот у нас есть. Вот первый. Видите, вот он идет, как бы переплетается. Следующий. Берем, например, первый. И идем, крутим веревку вот так, от себя. То есть у нас есть то место, где прошла вот эта вот наша основная веревка. Дальше мы прокручиваем. И вот у нас есть следующая. Под ней мы ее приподнимаем. И вот отсюда, от себя вставляем. Есть. И у нас остается третья. Ничего страшного, что она вот здесь вот уже занята. Но занята вот эта. А вот эта у нас остается одна свободная. То есть, чтобы вас не смущало, что из-под нее торчит. То есть мы берем свободную и отсюда же вставляем ее сюда. Все, у нас первые стежки готовы. Наша задача их просто вот так вот вытянуть потуже. И вот посмотрите, они идут как бы все по кругу. Дальше все очень просто. Главное, чтобы вы не запутались и сделали красиво. Дальше очень важно. Вот у нас есть это выходит отсюда. И есть следующее. То есть нам нужно из-под низу сделать один перекрестный наверх. То есть мы дальше разворачиваем, вставляем, вынимаем и идем вот так вот от себя. То есть эту через одну, которая будет под низом и вынимаем. Следующая у нас третья веревка. Мы берем ее точно так же через одну под низом. И вынимаем. И у нас получается вот такая вот косичка. И вот мы просто дальше идем по кругу. Вот у нас, видите, здесь одна. Мы перекрываем ее через верх и вплетаем в следующую. И так мы просто проворачиваем, проворачиваем и идем одна в следующую, одна в следующую. Через одну. Как бы мы перекрываем сверху и идем под низ. И мы плетем дальше, дальше, дальше. Дальше у нас получается вот такой красивый сплайсинг. Как это делать? Вы уже поняли. Ничего сложного нет. Просто немножечко потратить времени. Там буквально 5 минут на подготовку, пару минут на сплетение. И все, ваши швартовые или пейнтеры, или что угодно могут быть такие красивые на лодке без каких-либо сверхусилий. Но давайте этот мы сейчас будем применять на нашем тузике. Потому что, собственно, для этого мы это все делали. Но на самом деле не все оказалось просто в нашем королевстве. К сожалению, когда ее отрезали, я не посмотрел. Это очень важно. Маленькие моменты. Как ее резали? Ее просто отрезали вместо того, чтобы замотать изолентой. И она, когда лежала в тузике, она почти вся расплелась. Поэтому мы сейчас будем импровизировать. Я буду плести косички и вплетать косичку в веревку. Вам так сложно делать не нужно. Есть мануал, который я вам показал. Я сделаю немножечко, конечно, сложнее, исходя из своих реальностей. Но если веревка расплелась, знайте, что можно с этим тоже каким-то образом побороться. Итак, что у нас? Веревка. Косичка. Хвостики. Так, что нужно сделать? Нужно отметить ту точку, где мы будем вплетать косичку. Итак, точка, где мы будем вплетать. Видите, какая здесь некрасивая плетенка. Далее косичка. Далее хвостики, которые также расплелись. Придется помучаться, должен я вам сказать. Ну или будет вот такая вот большая петелька и такой нормальный сплассинг. Короче, вот это сейчас я буду вплетать. Так, ну что, получилось чуть-чуть кривовато, чуть-чуть косовато. Но за счет того, что здесь все-таки у нас веревки идут не под правильной организацией. Но это совершенно не страшно. Она в любом случае себя будет затягивать. Что делать с концами, с вот этими, я вам сейчас покажу. Как делаю я? Я беру эти концы, где-то вот так вот сантиметр отрезаю, чтобы они пока не расплелись. А эту еще можно сюда, я думаю, один раз просунуть. Так, все, получились. Получились вот такие три хвостика. И мы их сейчас закрепим. Так, ну что, тут начинаем плести косичку. Просто косичку. Так, все, косичка готова. Вот это будет наша петелька. А дальше будет такой сплайсинг нормальный по длине. Но это все будем делать уже на тузике. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас косичка. Это будет наша петелька. А дальше начинаем все точно так же. Открываем. Вставляем. Затягиваем. И идем вот так вот дальше. И дальше, и дальше. Ну вот, получилась вот такая вот косичка. Сейчас только поснимаем вот эти все изоленты. И будет вообще шикарно. Так, смотрите. Здесь я отрезаю где-то пару сантиметров, оставляя, чтобы оно торчало. И вот оно вот так и должно торчать. Потом мы сделаем красиво. Все, у нас получилась вот такая вот бахрома. Теперь давайте делать красоту. Итак, нам понадобится здесь зажигалка. Нитки. Чем толще, тем лучше. Если Данима есть такие. Если нет, просто толстые нитки нужны. И иголочка. Вот это вот все. Вот так вот убираем назад. Где-то сантиметра два прокалываем. И начинаем мотать это все в обратную сторону. Вот такими вот тонкими стежками. Один к одному. Вот такими вот. Раз. Два. Три. И вот эти вот все хвостики мы вот где-то до конца сплетаем прямо внутрь вот этой вот красивого плетения. Ну, все. Получилась вот такая вот оплетка. Закреплена с двух сторон. Косичка. Все. Монументально. Дальше идет веревка. Здесь красичка все-таки некрасивая, потому что расплетенная была веревка. Но этот край я сделаю сейчас точно так же. И он будет сплетен красиво. А вот вторая. А вот та часть там, где эти две веревочки сходятся вместе. Ну, в общем, в целом получилась вот такая вот история. А теперь один маленький штришок. Добавляем сюда карабин. Теперь что делать со шнурком во время движения. Если раньше его нужно было постоянно придерживать ногой, рукой или кто-то держал, то сейчас это делается значительно проще. Берется шнурок и просто цепляется за мотор. Ничего, руками больше держать не нужно. Цеплять вы можете шнурок куда хотите. Сюда или на любую другую точку на тузике. Ну что, мотор повесили. Сейчас все барахло закидываем обратно. Тузик будет готов к перемещению. Но это еще, опять же, не все. Ну что, угадайте, зачем? А все затем, когда веревка находится в воде, чтобы туда руками не лазить, вы просто берете за вот эту вот веревочку и просто вынимаете свой лайн себе в руки. Итак, мы сделали красивое эстетичное решение для поинтера, для веревки, на которой ездит тузик. И мы сделали так, что ее можно вынимать из воды. И плюс у нас на конце есть сплайсинг, есть карабин. Если мы хотим, можно цепляться так. Если нам нужно за что-то зацепиться, мы можем цепляться вот так за веревку. А если мы хотим, мы можем просто его привязывать на утку. Поэтому все возможные варианты мы этим вопросом решили. Рекомендую сделать так, как я вам показал. Получается красиво. Но не во всех, конечно, случаях, как у нас. Но не нужно оставлять веревку, чтобы она расплелась и усложняет себе жизнь. Красиво отрезали. Нормально делай, нормально будет. Может быть, если у нас будет другая веревка, мы ее переделаем. Но так как у нас есть только вот это, получилось нормальное решение. Ну что, друзья, наш яхтенный выпуск подошел к концу. Мы научились делать пейнтер. И, как вы видите, эта штука очень здорово облегчает жизнь повседневному... Ой. В общем, пейнтер, который сделали мы сегодня, это то, что делает жизнь яхтсменов намного проще и легче. Впереди нас ждет еще много технических прикольных выпусков. И я надеюсь, что данный выпуск здорово поможет тем, кому нужно избавиться от этих головных болей, описанных в начале ролика. Все, друзья, до встречи уже совсем скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова